Всем привет, друзья! Сегодня сломалась насосная станция. Попробуем сделать ее диагностику. В своем доме эта вещь жизненно необходимая. Так что, что-нибудь придумаем. Вот так работает насосная станция, когда у нее порвана мембрана в гидроаккумуляторе. То есть, видите, она работает напрямую. В гидроаккумуляторах не работает. Получается насос просто напрямую качает. Заполняется бачок унитаза и, видите, как только поступает, она... Идет подкачка, постоянная подкачка. Ну, это стопроцентно свидетельствует о том, что порвана мембрана в гидроаккумуляторе. И сегодня мы ее отремонтируем. Сначала сразу же посмотрим, какой фильтр через год использования. Откручиваем. Вот такой вот ключик у всех есть. То есть, я уже расслабил. Кладем ручкой так. Закрутим вот. Год использования фильтра. В принципе, ничего страшного. Вообще критичного не вижу. Ну, вот новая. Ложка где-то чайная. Ну, может быть, десертная песочка была. Не больше. То есть, за год это вообще ни о чем. Ну, а дальше сейчас будем смотреть, я думаю, менять мембрану, потому что гидроаккумулятор вот он не работает. Насос качает напрямую. 99,9% что порвана мембрана. Выглядит она новая вот так. Вот опять. Горшок, трехлитровая баночка резины. Made in Italy написано. Слабо верится, конечно, скорее всего, Made in Kитай. Ну, что ж, посмотрим. Это новая. Сейчас посмотрим, в каком состоянии старается. Здесь вот у нас ключик на 14, 6 болтов. А здесь ключик где-то на 26, наверное. Ну, я таким трубным ключом сейчас откручу. Видите, легко, легко пошло. Никаких проблем особых нет. Ну, все, дальше. Дальше ручками. Вот так. А пока водичка тихонечко стихает, мы новый фильтр освобождаем от пленочки. Бросаем его в колпачок. Пусть пока здесь полежит, закручиваем не будем, потому что он будет нам мешать откручивать. Вот так. Вот так это все выглядит, ребята. Ну, здесь точно так же. Точно так же. Спокойно так. Ну, вот мы все открутили. Теперь, чтобы здесь прихватилось, да? Вот так вот ключик, вот так вот. Вот и все. Вот такая грязь небольшая, да? Ну, как там у нас груша поживает, посмотрим, давайте. Вот так вот. А груша, друзья, целая. Оказывается, не в этом была причина. Но мы новую все равно поменяем. Поставим. Сейчас подкачаем давление и посмотрим. Здесь без опознавательных знаков. Без опознавательных знаков. То есть, непонятно, вот так, что это у нас. В общем, груша целая. Ну, уж доставить, пойми. Снова все делаем в обратном порядке. Сначала немножко очищаем оттуда грязь. Ровняю. В принципе, в корпусе просто нет. Все чистенько. Я аккуратно тут дышу. Аккуратненько. Засовываем. Вот так вот засовываем. Расправляем. Расправили, да? Ну и все, в принципе, что могу сказать. Все, все делаем теперь в обратном порядке. Ножка здесь еще еще. Очистим. Ну и все, в общем, в обратном порядке. Затягиваем 6 болтов. Эту гаечку. Пойдем качнем давление, посмотрим. Все, ребят, собрал. Фильтр. Мембрану все закрутил. Пойдемте на давление полтора кубика сделаем. Посмотрим. Ну что, дальше с задней стороны аккумулятора есть такая пластиковая штука. Она откручится. Здесь ниппель. Ну, обычный автомобиль и насос. Так прикуривайте. Видите, даже не спускает. У меня воздух вообще не было, поэтому я однозначно, уверен, что у меня аккумулятор. Нембрана в аккумуляторе. Ну и сейчас до полутора атмосфер. Да, качаем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Пойдем пробовать Сейчас все соберу, включу, покажу Еще, ребят, сразу покажу, как включить насосную станцию Чтобы создалось давление в системе То есть, что новую купили, что старую сняли Что-то сделали, поремонтировали Здесь у нас идет выход на трубу водопроводную Дальше Не вкручиваем, заливаем водичку Водичку заливаем Здесь доверху она наполнится Все, закрываем, закручиваем Включаем Буквально на минутку Он побудит, поработает Наполнится Система, вот видите, фильтр идет Все трубы должны заполниться Выключаем, откручиваем Вода уйдет Еще раз доливаем И так надо 2-3, может быть, даже 4 раза долить Когда вода Вся заполнится, вся система Вода Давление Давление вот на манометре, да? Видно На манометре Оно уже Превысит, как бы, минимум И уйдет на максимум 2,5, да? Получается, 2,5 атмосферы И, в принципе, все На этом насос уже будет запущен Да, и вот этот вот вентиль Чтобы давление создавалось Вот сразу же первый Канус перекрывает вентиль Воду Входы, как бы, из насосной станции Его закрываем Закрываем Этот вот Американку, резьбу Мы, как бы, скручиваем потихонечку Потому что, может быть, давление Может быть, как бы Ну, чтобы не брызнуло вас водой Когда давление создастся Ну, вот и все Сейчас доделаем Запустим Сейчас покажу И вороночку Вороночку И так вот Потихонечку Сильно не брызгая Старайтесь Потом провозь Личка пока ходит Льем понемногу Потому что Здесь немного Я не помню, что точно Буквально пару литров В зависимости от Того, сколько у вас Турба идет До насосной станции Фильтр ведь тоже Заполнится должен После обратного клапана Да Вот-вот Заполнилась Да, водичка Видно? Сейчас покажу Поближе Вот, видите Вот Заполнится Теперь закрываем И включаем Сейчас покажем Да, немного Естественно Сейчас чуть-чуть Позатиру Чтоб сырость Что себе не развить Немного Естественно Не обрискайте Ну куда деваться Искусство Как говорится Требует жертв Требует жертв Так Плодненько Закручиваем Ключиком Да, здесь тоже Давить сильно не нужно То есть Ключиком Квально так Раз И потом Под уже стал Чуть-чуть Все, достаточно Достаточно Включаем станцию Давление Не лениться Видите, держится Надо дать ей поработать Еще заполнится система Когда она хочет доединиться Значит, все нормально Все Все, ждем Насос поработал минутку Давление не выросло То есть Процедуру повторяем Значит, еще система Не заполнилась Тихонечко Здесь труб придерживаем Ничего Не сломать Не повредить И здесь Впрочем Аккуратно Еще пока Давление Я не вижу особо Еще пока Система пустая Видите А водичка Вот Водичка, пожалуйста Видите Ушла Нет водички То есть Снова заливаем Водичку Залили Опять Включаем Опять Далим 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 Поработать Давление Не изменилось То есть На единице Ставь Еще не вытягивает Давление Сейчас опять Делаем Разгру Открываем Даливаем Далим Вот Смотрите На пятый раз На пятый Давление Пошло Вверх Потихонечко Вот Сейчас она выйдет Я уже вижу Что она сейчас выйдет На Вот Все Водсор Заработал Слышно Да Водичка Незала Все Отлично Все Должен Заботать И отключиться Вот Видите Вот И все Установка Завершена Как говорится Всем спасибо Ничего сложного Просто конечно Покрутить Вот эту вот Гаечку Кого 4 У кого 5 раз Долить Водичку На Перед этим Разом Когда пошло давление Я открутил Гаечку И у меня уже там Внутри Такие звуки Раздавались Ну то есть Давление уже Внутри системы Было Чувствовалось Видно что она Заполнилась Поэтому Когда это Признак того Что уже сейчас Все будет хорошо Ну в общем Вот видите Давление держится Два с половиной Как и должно быть Ничего сложного Все элементарно Просто Просто конечно Нужно повозиться И вы все Сделаете Вот Значит Теперь маленький Лайфхак Вот здесь вот Если видно Да Вот У меня расположен Обратный клапан Вот здесь Еще он у меня Расположен Также в колодце В колодце Два обратных Клапана Почему Потому что Тот который В колодце Почему то пропускает Я не знаю Я Не мог Прокачать Насосную станцию С ним Поэтому Я не помню Где В ютубе Один хороший Человек Подсказал Что до 20 метров Если длина Трубопровода То можно Ставить Обратный клапан Еще прямо Возле насосной станции Все будет Окей Отлично Поэтому я так В принципе Сделал Все действительно Работает Этот клапан Обратный Также держит Прекрасное давление И никаких проблем Не испытываю Ну все Ребят Всем спасибо Удачи Пока Субтитры